Привет, друзья! На круглосуточных стрим-трансляциях ASSGG каждый час проходит розыгрыш тысячи золота. Общий призовой фонд 750 тысяч в месяц. Приходи и участвуй! Больше информации в описании под видео. САНТЕХНИК Кто и с чем и как справился. Внезапно на третьем месте оказался первый образец. Я даже как-то вообще выпустил с виду эту машину, что она будет среди фаворитов. Действительно она показывает очень и очень неплохие результаты. Ну что ж, начнем с третьего места и нашего игрока, который настрелял свыше. А нет, не буду забегать вперед. Все увидите сами в конце. Режим штурм на карте линии Зигфрида. Такой не кислый замес в самом начале. И наш герой выходит из него победителем, уничтожая нескольких противников. Ну, посмотрим, что же будет дальше. Потому что это еще только середина боя, даже скорее ближе к началу. Тигр здесь подставляется дважды так неплохо. Ну а далее наш герой продвигается уже вперед. Дело в том, что особенностью этой машины является то, что она слеповатая. У нее невысокое бронепробитие, поэтому без голды она играется очень, ну так скажем, слабенько. Ладно, не буду говорить, что совсем плохо, но не очень. Вот на голде она играется ого-го. Вот, и у нее очень хорошая броня. Поэтому если эта машина попала в топ, она чувствует себя лидером. И здесь, как бы так, герой нашего третьего места показывает действительно впечатляющие результаты. Он просто крошит все на своем пути, подставляется под выстрел, а его не могут никак пробить. Ну, правда, вот здесь ему помогли немножечко. Ну, ладно. Ничего страшного, еще неизвестно, что было бы хуже. Может быть, он нанес бы больше урона и занял бы, например, второе место. Кстати, у этого игрока был великолепный бой еще на карте рудники на этой же машине. Но он был дисквалифицирован, потому что он там попал в своего. Было видно, в принципе, что случайно, но в любом случае это ничего не поменяло. Там было чуточку больше урона, но все равно тянуло только на третье место. Итак, он встречает своего визави, своего такого же товарища на такой же машине. Ну, правда, опять-таки, ему тут немножечко помогают. Поэтому тут уже подставляется под выстрел, потому что хотелось ему поскорее забрать этого противника. Ему это, в принципе, удается успешно сделать. Очень ловко танкует, подставляя верхний бронелист под нереальным углом. Противники в него стреляют и, разумеется, не пробивают. Всегда приятно смотреть на игру тех ребят, которые умеют пользоваться броней на своих танках, на которых они играют. И, кстати, обратите внимание, игрок зелененький. Ну, показывает такие ошеломляющие, прямо скажем, результаты, что просто капец. Очень красиво пользуется броней танка. И, кстати, вот здесь с 34-кой, ну, не получилось ему пробить его. Ставит его на каток, пользуется достаточно, ну, таким неплохим ДПМом. И, кроме того, вот здесь как бы уже броня не спасла. Ну, понятное дело, что 34-ка будет перезаряжаться очень долго, поэтому выкатываемся, отправляем ее в ангар. Ну и далее осталось дело за малым, найти артиллерию, вот она светится, и расстрелять ее там фугасными снарядами. В общем, как-то так. Результат вполне впечатляет, и я думаю, что этот результат вполне тянет на третье место и на приз в 1000 золотых монет. Ну, как-то так. И, как вы думаете, какой танк будет у нас на втором месте? Конечно же, Т-54, первый образец, который внезапно задоминировал в этой задаче. Итак, давайте посмотрим, что получится у нашего игрока. В самом начале боя он занимает так же, как и предыдущий, агрессивную позицию, что приносит ему в ходе боя определенные плоды. И, к сожалению, он получает вот это досадное пробитие от Иса 3, которое потом, ну, я, пожалуй, не буду спойлерить, сами все увидите. Кстати, меня очень сильно порадовало то, что игроков, которые участвуют в моем ЛБЗ, стало уже намного больше. И теперь каждый раз я вижу каких-то новичков, которые занимают призовые места, что не может, разумеется, не радовать. И результаты с каждым разом все выше, выше и выше, что, несомненно, очень хорошо. Я думаю, что у меня самого так бы не получилось, ребят, конечно, как это получается у вас. Итак, ладно, вернемся к бою. Он достаточно скоротечный. И я бы сказал, что здесь наш герой, он просто, он просто не останавливается. Он от одной цели перемещается к другой, он постоянно наносит урон, он постоянно на передовой, он не прячется за спинами. Он на первой линии, и даже четыре противника, которые светятся перед ним, его совершенно не пугают. Хотя защитник у него толком-то только один в лице КВ-5, который, кстати, тут тоже очень здорово помог нашему герою. Хотя, возможно, он там стырил где-то дамаг, и наш герой не занял первое место. Может быть и так. Но на самом деле, я думаю, что причина немножечко в другом. Наш герой чрезмерно агрессивен. Вполне возможно, так и нужно играть в эту игру. Так веселей, так, ну, так просто классно. И вот уже очередной противник получает порцию пробитий. Здесь еще, как бы, КВ-5 нас немножечко толкает. Получаем урон, и, к сожалению, остаемся уже ополовиненными. Так, здесь 34-ка прячется. Она уже перезарядилась, но надо как-то успеть сыграть на опережение. Она что-то тут как-то замешкалась, подставилась, отправилась в ангар. Это очень хорошо, потому что у нее колоссальное бронепробитие, а стало быть, она может помешать. Отправляем в ангар еще одного противника. Перед нами светится он не неприятный сюрприз, потому что против него только голдовые снаряды. ББшками его пробить, ну, крайне тяжело. Правда, он нам отвечает всего лишь на 79 урона, а стало быть, мы можем свободненько ему наносить урон. К сожалению, наш герой торопится кое-где в каких-то местах, и вполне возможно напрасно. Ну, почему напрасно? Ну ладно, давайте об этом немножечко попозже. Итак, тут КВ-5 все-таки помогает добить этого ОНИ, и надо разбираться с КВ-3, который почему-то пытается удрать, вместо того, чтобы занять какую-нибудь агрессивную оборонительную позицию, стать от борта там, например, как-нибудь. Ну, нет, он почему-то пятится назад, а стало быть, он боится. А раз боится, значит, делает ошибки. Башню зачем-то отворачивать в другую сторону. Ну, ладно, понятное дело, не все игроки хороши. Некоторые игроки, конечно, вот, например, стреляют на автоприцеле в верхний бронелист, который бронебойными у первого образца, ну, пробивается, ну, очень сложно. Ну, в итоге, конечно же, КВ-3 отправляется в ангар. И вот дальше интересная ситуация. Союзники попадают в ловушку. Хотя, вроде бы, и счет равный. И по ХП там практически никакой разницы нет, там ерунда. Вот, даже в пользу союзников вроде бы все становится. Но в какой-то момент, в какой-то момент что-то пошло не так. Потому что союзники не очень. Единственное, вот, наш герой тут что-то может еще что-то сделать. Он дает два пробития по борщу и ждет его, пока он вылезет в следующий раз. Но беда состоит в том, что приехал светляк, наш герой отвлекается, стреляет в светляка и отправляется в ангар от выстрела того самого борща, который вовремя вылез. И затащить тут было уже просто некому. Ну, соответственно, как бы поражение. Кстати, в этом ЛБЗ не было условия обязательного победного боя. Соответственно, поражение тоже прокатывает. Отличный урон. 5800. Второе место. Просто великолепно. Ну и, наконец, победитель. И, как вы видите, это Першинг. Кстати, этот игрок уже занимал второе место в этой передаче. И, наконец-то, у него победа. Что, собственно, не может не радовать. Очень многие приняли участие в последнем ЛБЗ. Где-то порядка 30 реплеев было отправлено в мой адрес. Но выиграли именно эти. Потому что, ребят, вы соревнуетесь здесь друг с другом. А не с какими-то там дурацкими условиями. И вы вправе делать все, что вы захотите. Ладно. Я думаю, не этого вы всего от меня ждете. Пока наш Першинг раскидывает команду противника, я хотел бы вам выдать задачу на следующий раз. Звучать она будет следующим образом. Нанести максимально возможный урон на тяжелой технике восьмого уровня. То есть, берете любой тяж и вперед. Я вас не ограничиваю. Можете играть на голде. Можете играть без голды. С голдовыми расходниками или без. Это не имеет никакого значения. Можете играть взводом. Можете играть в одиночку. Делайте, что хотите. Но! Единственное условие. Вы должны нанести максимальный урон. Ну, как бы, условие не совсем единственное. Потому что я посмотрел, слишком много поражений присылали в мой адрес. Поэтому будет еще одно условие. Нужно победить. Победить и нанести максимальный урон. Какую технику я порекомендую для этого? Ну, во-первых, конечно же, 50-100. Он хоть и картонный, но зато у него в барабане находится сразу 1800 урона. Он может просто с одного барабана раздать такую пучу урона. А с двух барабанов, сами понимаете. А с трех, ну, в общем, так далее. Но если вы вдруг не умеете играть на танках без брони, тогда вот ИС-3, я думаю, вам подойдет в самый раз. Возможно, если вы донатер, то у вас есть ИС-6. Тоже очень неплохой аппарат для этой задачи. Ну, карты в руки. Тяжи 8 уровня, но валом. Поэтому вы можете выбрать любой, который вам нравится. Можете даже Тигр-2 взять. На нем тоже иногда можно получить великолепные результаты. Это может быть даже и Лев, и Т-34, потому что премы тоже не запрещены. В общем, я все сказал. Касательно еще некоторых дополнительных условий, это должна быть ваша адекватность. То есть вы должны вести себя прилично. Вы не должны уничтожать, подпирать союзников. Не должны материться в чате. Должны вести себя прилично. Ну и, конечно же, в начале каждого боя вы должны написать ключевую фразу. ЛБЗ от Сантехника. Больше ничего писать не нужно. Причем это должно быть написано в общий чат. Ну, ладно. Давайте вернемся к нашему бою. Что же у нас здесь? Один союзник всего-навсего остался у нашего Першинга. И целая куча врагов. Как видите, по ХП-барам проигрывают они очень и очень сильно. Так, есть минус Светлячок, который здесь очень сильно мешал. Так, сзади. Сзади подкатывают еще противники. Яга приехала. Ну, казалось, все. Здесь уже Яга разворачивается. И сейчас она настучит в бубен. Но внезапно... Что... что делает Яга? Что делает фуловая Яга? Наш герой ставит ее на гуслю. Она почему-то сдает задом. Вместо того, чтобы расстрелять своих противников, она почему-то пытается уехать. И совершенно полное здоровье отправляется в ангар. На каток ставят Тортоиза. И, в общем-то, его песенка спета. Наш герой тем временем успевает добить 59-ку. И немножечко получает от Пантеры. Второй. Понятное дело, что спасти уже Торто не получится. Хочется нанести хотя бы там еще немножечко урона перед смертью. Потому что вроде бы как наша песенка спета. Но... Наш герой не собирается сдаваться. Он атакует Пантеру. И немножечко проигрывает ей тут в ДПМе. И как бы все равно ее добивает. Лишается половину очков прочности. Что будет дальше? Где Шкода Т-50? А вот и она. И сейчас смертельная дуэль. Барабанная девятка против небарабанного першинга. На один уровень отличаются ребята. Шкода первый выстрел промахивается. Второй пробивает, ставит на каток. И... А где третий выстрел? А где третий выстрел? Я так и не понял. Он с двумя патронами в барабане, что ли, приехал? Ну да, отчаянный парень. И за это он просто отправляется в ангар. Ребята, это просто капец. Ну и концовка боя. Внезапно АФКшный противник. Вот это подарок судьбы. Который, собственно, и помог занять первое место. Потому что... Потому что по нему нанести урон было проще простого. Тем более он еще и загорелся. Наш герой здесь его добивает. И внезапно у него в зачете 6900 урона на СТ восьмого уровня. Почти семерочка. Вот это поворот. Ну что ж, ребят, на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, делайте ЛБЗ, шлите свои реплеи. Все ссылочки будут в описании к видео. Там все просто. Ну а пока... Пока. Субтитры сделал DimaTorzok